Здравствуйте, Раджи Михайловна. Конечно, мои любимые, здравствуй, мои хорошие. Как у тебя успехи? Все отлично, спасибо большое. Господи. Раджи Михайловна, я хочу поздравить вас с юбилеем. Ребят, я сейчас плакать буду. Еще со школьной скамьи Раиса Михайловна Никитина мечтала стать педагогом. Так, окончив педучилище, попала по распределению в Щелковскую школу номер 6, учреждение с богатой историей, которую прежде всего создавали люди, славный коллектив. Мне кажется, что я вообще-то больше, если посмотреть, что тебе судьба приготовила, и чем бы ты в жизни больше была, я все-таки считаю, что я больше учитель. Мне 80 лет, из этих 80-60, это все в Щелкове. И все это связано с моей педагогической работой. Раиса Михайловна была учителем начальных классов, затем, окончив пединститут, преподавала русский язык и литературу. Позже она стала директором в начале 6-й школы, а затем и своего детище, Щелковской гимназии, которая руководила с самого момента основания, более 20 лет. Это человек, который воспитал множество учеников, очень много учителей, директоров школ. Я сама, будучи директором школы за учим, очень часто обращалась к ней за помощью, она никогда никому не отказывала в добром совете. Первый директор одного из лучших учреждений Московской области поистине личность в образовании. Сегодня в гимназии, в которую Раиса Михайловна вложила душу, продолжают традиции, заложенные ей и тем дружным коллективом. Эверест педагогики, именно так Раису Михайловну Никитину называют коллеги. Заслуженный учитель России, кавалер Ордена Дружбы Народов, человек, посвятивший педагогике в Щелковском районе 6 десятилетий. В день юбилея в актовом зале гимназии звучат самые теплые слова признательности к любимому учителю. Свои музыкальные и творческие подарки дарят коллективы, учреждения, ученики. Конечно же, хотелось бы, чтобы ваши традиции, которые вы заложили в образовательном учреждении, где вы были и работали много-много лет, все-таки чтили крепкого-крепкого здоровья с юбилеем. За годы педагогической деятельности Раисе Михайловне удалось дать путевку в жизнь тысячам мальчишек и девчонок. Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Настоящий учитель, она сумела зародить жажду знаний в своих учениках, а серьезная подготовка в образовательных учреждениях в дальнейшем позволила многим из них добиться успехов в различных видах деятельности, политике, спорте, культуре, искусстве, как в нашей стране, так и за рубежом. Некоторые продолжили и дело любимого учителя, в том числе в Щелковской гимназии. Много, много ребят очень достойных, о них просто приятно вспоминать, и мы с ними все время поддерживаем связь. Не было такого, чтобы кто-то у нас не поступил, а ведь тогда сдавали экзамен на полную катушку. Стала нашей мамой, классной мамой, которой можно было доверить все, с которой мы проводились с утра до вечера, порой выполняя какие-то задания. Это было счастье. Счастье учиться у нее, счастье работать с ней. С Раисой Михайловной связана практически вся моя жизнь. Муж мой, мой одноклассник. Мы учились вместе с Раисой Михайловной. То есть она нас растила, она нас воспитывала. Мои дети, наши дети, тоже учились в этой школе, закончили. В свои 80 она полна энергии. И сегодня Раиса Михайловна, будучи председателем Совета ветеранов сферы образования, продолжает дело своей жизни. Анна Балиет, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Раисой Михайловна. Раисой Михайловна.